привет всем меня зовут эдуард и вы на моем канале подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропустить новое видео оставляйте свои комментарии и лайки очень прошу по возможности делитесь этим видео с вашими друзьями делайте репосты в соцсетях заранее большое спасибо сегодня 8 марта и самое время поговорить про антимужские законы и дискриминацию мужчин и заодно я вам покажу как проходит 8 марта в испании расскажу я вам сегодня о законе против домашнего насилия который действует в испании как вы помните российский закон о домашнем насилии сделан по примеру испанского обычно 8 марта в испании проходит многотысячные демонстрации феминисток но в связи с коронавирусом в этом году все это дело сильно ограничили и поснимать их не вышло но я нашел для вас запись прошлогоднего митинга чтобы вы так сказать поняли масштаб происходящего начнем представьте что вы нашли себе девушку вы встречались пару месяцев и она переехала к вам а затем все становится плохо и она начинает психологически мучить вас в один прекрасный день она бьет вас и вы отказывается вы звоните в полицию и просите их приехать полиция приезжает видит синяки и царапины на вашем лице а на лице девушки ничего полиция арестовывает вас и вы оказываете за решеткой на срок до трех суток так как им пришло сообщение о случае домашнего насилия на вас налагается запретительный приказ и домой вы вернуться не можете теперь пока дело не будет закрыто там будет жить ваша девушка вы будете оплачивать все счета за эту квартиру затем она подает на вас заявление о домашнем насилии далее она обращается государству за экономической помощью и каждый месяц на протяжении следующих 11 месяцев получает по 400 евро для получения экономической помощи достаточно просто заявление и государство продолжит выплачивать деньги даже если обвинение окажется ложным затем начинается долгий процесс где доказательством вашей вины является ее слово вы не можете вернуться домой вас скорее всего уволят с работы и даже если судья не признает вас виновным вы все равно попадете в список лиц совершивших сексуальное преступление по закону вы виноваты полиция просто не нашла достаточных оснований для тюремного заключения по истечении 11 месяцев ваша бывшая девушка перестает получать экономическую помощь она вновь подает на вас заявление и вновь начинает получать деньги от государства наказание за ложное обвинение нет добро пожаловать в испанию здесь действуют уникальные гендерные законы на свете нет ни одной другой страны где действовало бы что-либо подобное нашему закону о применении защитных мер случаях полового насилия на территории нашей страны действует 106 судов больше напоминающих инквизиционные трибуналы созданных для процессов над мужчинами эти суды не конституционны в последний раз подобные суды работали в тридцатые годы в германии и там судили евреев даже в швеции относится к своим мужчинам лучше чем в испании для того чтобы понять откуда в испании взялись гендерные законы нам нужно вернуться в 1944 год во времена диктатуре франко тогда фашисты ввели в законодательство отягчающее обстоятельство названное неприязнью на основе пола это позволяло добиваться больших сроков в оголовных делах где преступником был мужчина а жертвой женщина закон действовал до 1983 года и был отменен на основании того что он инфантилизировал женщин и подразумевал что женщины будучи физически и умственно слабее мужчин нуждаются в постоянной защите общество приняло отмену закона благосклонно мало того когда один из представителей правой партии выступил против отмены женщины социалисты потребовали чтобы он покинул заседание последние несколько десятилетий правительство испании формировала либо народная партия пп либо испанская социалистическая рабочая партия псое в 2003 году в правлении псое был принят новый закон о применении защитных мер случаях полового насилия далее просто закон закон приняли 28 декабря 2003 года вопреки множеству возражений и жалоб на его антиконституционность стоит отметить что 28 декабря в испании известен как день дурака что же делает этот закон множество самых разных вещей во первых закон разделяет домашнее насилие и гендерное насилие если первое означает просто домашний конфликт то второе насилие совершенное из сексистских соображений и тут начинаются проблемы закон постулирует что гендерное насилие совершается только мужчинами мало того случаях насилия против женщин она рассматривается как гендерное по умолчанию то есть если жена бьет мужа неважно по какому поводу это является домашним насилием а если муж бьет жену то это является уже гендерным насилием и не имеет значения сделал ли он это из-за денег ревность измены жены мести психических проблем или даже из соображений самообороны по закону следует что любой акт насилия совершенный мужчиной по отношению к женщине совершается из сексистских соображений наказание за гендерное насилие конечно же куда более жестче чем за домашние подобное понимание закона создает порочный круг если взглянуть на официальные цифры публикуемые правительством в конце года мы увидим огромное количество преступлений связанных с гендерным насилием так как любое преступление мужчины против женщины считается сексистским по природе испанские феминистки используют эти цифры как аргумент настаивая на нужности закона и даже его ужесточение к примеру не так давно объединенные левые предложили отказаться от презумпции невиновности в отношении мужчин обвиненных женщинами в гендерном насилии а на балиарских островах это где ибица гендерные гендерным насилием хотят признать не выплату алиментов конечно же левые феминистки полностью игнорируют тот факт что испании что в испании самый маленький процент убийств женщин среди всех стран европы закон также наделяет женщин огромной властью над мужчинами одновременно ущемляя права мужчин к примеру в случае домашнего насилия мужчина автоматически отправляется в тюрьму на срок до трех дней в качестве превентивной меры ни доказательств ни судебное решение для этого не требуется достаточно обвинения со стороны женщины мало того не важно сколько раз женщина подала заявление мужчина будет изолирован вновь и вновь конечно же женщины пользуются этим для того чтобы усложнять мужчинам жизнь и лишать их работы в случае домашнего насилия основной подозреваемый всегда мужчина даже если он вызвал полицию даже если на его лице есть следы побоев она женщины нет никаких следов в тюрьму отправляется именно мужчина на него также может быть наложен запрет приближаться к жертве то есть он не сможет вернуться домой если женщина все еще там даже если это его дом а женщина там даже не прописано неважно она будет там жить пока следствие не будет закрыта если против мужчины выдвинуто обвинение в гендерном насилии он автоматически теряет опеку над детьми в случае развода он теряет вообще все но даже в случае оправдательного приговора мужчина автоматически попадает в специальный список лиц совершивших сексуальные преступления как только против него выдвинуто обвинение мужчина автоматически виновен и опять же это приводит к появлению совершенно удивительных дел к примеру одного мужчину обвинили в гендерном насилии за то что он испортил воздух в присутствии жены женщины получают экономические послабления как только становятся жертвами гендерного насилия в зависимости от провинции где происходит дело эти послабления дают им право снимать квартиру по сниженной цене или даже получить жилье бесплатно также женщина иностранка может получить испанские документы если она станет жертвой гендерного насилия в некоторых районах испании женщины подавшие подавшие заявление о гендерном насилии получают право на бесплатное обучение в университете судебные издержки со стороны женщины оплачиваются государством то есть за обвинение в адрес мужчины женщины не платят ничего думаю даже не стоит упоминать что все вышеописанное противоречит презумпции невиновности принципам равенства людей перед законом и испанской конституции ужасный закон пытались отменить уже более 20 раз и даже европейский совет признал что закон противоречит конституции и нарушать человеческие права мужчин закон разрушил жизнь множеству мужчин долгие судебные разбирательства тюремные заключения каждый раз как женщина подает заявление потеря жилья и работы потеря опека над детьми невозможность найти работу многие обвиненные кончают собой но даже если они остаются в живых теперь они помечены на всю жизнь обвинение в сексуальном насилии преследую человека до самой смерти какие бы доказательства они не проводили свою пользу не так давно известность приобрело такое дело одна девушка участвовала в групповом сексе с несколькими молодыми людьми во время праздничного фестиваля позже она обвинила их в изнасиловании во время суда множество свидетелей подтвердили что быловой акт состоялся по взаимному согласию потому что секса молодые люди занимались прилюдно даже оказалось что есть видео с фестиваля подтверждающие обоюдное согласие а позже и сама девушка призналась что солгала дело закрыто не так ли а вот и нет когда молодых людей освободили на сайте change.org появилась петиция феминисток которая требовала чтобы следствие вновь возбудили так как насильники по их словам ушли от правосудия петиция собрала более 15 тысяч подписей за один день таковыми являются последствия испанской пропаганды если подобная петиция собирает тысячи подписей за сутки вы можете сами представить как относятся к обвиненным в сексуальном насилии мужчинам в обществе со времени принятия закона прошло 17 лет и мы можем оценить последствия резко скакнула вверх количество мужчин которые кончают жизнь самоубийством сегодня суицид является самой частой причиной смерти испанских мужчин 70 процентов самоубийств связаны с судебными процессами о гендерном насилии испанские мужчины откровенно опасаются вступать в какие-либо серьезные отношения с испанскими женщинами рождаемость рекордно упала по сути испанская нация вырождается все чаще отцы несправедливо лишаются опеки над своими детьми матери часто используют закон для получения полной опеки это привело к появлению множества общественных организаций выступающих за права отцов но все это пока тщетно но закон нисколько не помог решить проблему домашнего насилия число бытовых убийств и среди мужчин и среди женщин осталось таким же каким и было до принятия закона закон нисколько не помог и не помогал никогда так почему подобный закон продолжает действовать в чем смысл его существования причина в том что закон создал целую индустрию испанские феминистские организации получают гранты от европейского совета в зависимости от числа сексуальных преступлений против женщин поэтому любое преступление феминистки хотят превратить в сексуальное организации испанских феминисток каждый год получают десятки миллионов евро на борьбу с гендерным насилием из этих средств лишь 5 7 процентов доходит до жертв этого насилия многие феминистки не работают получают гранты от государства и лишь иногда посещают организационные собрания они очень заинтересованы в сохранении закона так как закон позволяет им зарабатывать женщины также пользуются этим законом для получения опеки над детьми после развода испанские юристы даже рекомендуют разводящимся женщинам подавать на бывших мужей заявление о гендерном насилии это практически гарантирует победу в судебном разбирательстве феминистки активно поддерживают страх перед гендерным насилием видя его в самых обыденных вещах общественные компании объявляют насилием любое действие мужчины в семье насилием считается просмотр сообщений на мобильном телефоне супруги или неодобрительные высказывания о подругах жены на день святого валентина полицейский департамент запостил в twitter сообщение украденный поцелуй непреступления счастливого дня святого валентина восклицательный знак на полицейских тут же набросились орды феминисток обвинивших их в одобрении сексуального насилия и даже пропаганде изнасилований заметьте в исходном сообщении ни слова не было сказано о поле но феминистки увидели в нем мужское насилие шесть лет назад полиция также опубликовала в twitter сообщение призывающие мужчин и женщин перестать терпеть домашнее насилие со стороны партнеров и вновь на них набросились феминистки требующие от мужчин чтобы они не смели восставать против домашней тирании мужчина должен все терпеть по факту этот случай показывает в чем заключается самая суть испанского феминизма правительство и женские организации предлагают все усилия для сокращения и искажения информации о гендерных преступлениях до 2006 года к примеру данные о числе мужей убитых женами были открыты для публикации и мало отличались от данных об убийствах жен мужьями в год от руки супругов среднем погибало от 30 до 60 мужчин и от 50 до 75 женщин до женщин конечно погибало больше но не настолько чтобы это было насущной проблемой в 2006 году правительство дважды сменила организации отвечающие за сбор и публикацию этих данных и число жертв мужского пола убитых женами начала падать до 10 и даже 5 человек в год в некоторые годы мужей согласно этим отчетам не было ум не убивали вовсе число же жертв женского пола остается прежним эти цифры вызывают серьезные сомнения несколько групп занимаются сбором информации об убийствах мужей женами пользуясь открытыми источниками и сообщениями в прессе по их данным каждый год от рук жен погибает примерно 30 мужчин женщины также намного чаще чем мужчины убивают детей более 80 процентов убитых в испании детей были убиты женщинами но реакция общества на убийство детей абсолютно различна в зависимости от полу убийцы несколько лет назад мать убила двух своих детей и покончила с собой медиа назвали эту групповым самоубийством и много говорили о женщинах вынужденных убивать себя и своих детей в городе где жила эта женщина была объявлена минута молчания в память о погибшей буквально неделю спустя отец убил своих детей покончил с собой медиа создали демонический образ отца убийцы кровавого садиста и эгоиста а его родной город объявил минуту молчания в память о его детях а но не о нем самом еще один из популярных аргументов испанских феминистов гласит что в 99 процентов случаев домашнего насилия виноват мужчина в качестве подтверждения они приводят статистику гендерного насилия но выше мы уже говорили что насилие считается гендерным только если оно совершается мужчиной существует сотни исследований которые показывают что домашнее насилие совершается мужчинами и женщинами примерно в разных пропорциях существует и исследование показывающее что испанские женщины более агрессивны чем испанские мужчины. Но факт того, что мужчины являются жертвами домашнего насилия столь же часто, как и женщины, полностью игнорируется медиа, феминистскими, правительством и судами. Возникают также сомнения и в количестве ложных обвинений. Феминистки утверждают, что количество ложных обвинений составляет менее 0,01% от числа всех обвинений, выдвигаемых против мужчин. Но эту цифру они получили с помощью манипуляций данными. На деле, судя по известной нам информации, по крайней мере 50% обвинений в гендерном насилии являются ложными. Существует одна проблема учета ложных обвинений. В Испании обвинение официально не считается ложным, даже при наличии доказательств ложности. Чтобы оно было таковым признано, мужчина должен подать на женщину в суд и выиграть этот суд. Но мужчины, признанные невиновными в гендерном насилии, редко подают в суд на женщин истцов. Обычно к концу суда они лишаются работы и жилья, опеки на детьми и почти разорены судебными расходами. А женщинам, как я уже говорил чуть выше, расходы оплачивает государство. Мужчины просто хотят вернуться к обычной жизни и забыть весь этот ад. Адвокаты часто советуют мужчинам не подавать в суд, а заключить с обвинительницей сделку, в результате которой она отзовет заявление. Впрочем, ничто не мешает ей через некоторое время подать это обвинение снова. Странно то, что любой, кто пытается обратить внимание на подобную трагическую ситуацию, сталкивается с общественным осуждением. Даже телевизионные журналисты, не боящиеся вести расследования, связанные с коррупцией, опасаются навлечь на себя гнев феминисток. Я надеюсь, что ситуация улучшится, хотя это маловероятно. Да, люди продолжают бороться. Есть и политики, требующие отмены закона. Некоторые судьи открыто выступают против гендерных законов. Вопросом также занимаются и многие испанские блогеры. Ну вот и все. Я уверен, если в Российской Федерации примут такой закон, ситуация будет такая же или еще хуже. Пишите свое мнение в комментариях. До скорых встреч, друзья.